Всем огромный привет из вечернего Прованса. В Провансе уже восьмой час, 20 минут восьмого. Мы направляемся к свекрови, как я уже вам сказала. Приехали испанские родственники, поэтому мы сегодня с ними проведем вечер и пойдем в ресторан. Дальше или? Большой. Большой. Воможел ресторан? Большой. Александр после работы. Было сегодня снова очень-очень жарко. Сейчас вечером, может быть, температура чуть-чуть снизится. Ночи сейчас стоят более прохладные. Но на следующей неделе передали снова каникуль. Будет 40 градусов и выше. Но ночами, я видела, уже не будет 25 градусов. Будет где-то 19. Ну, посмотрим. Че, фро? Позвольте, посмотрим. Я говорю, холодно. Он говорит, нет, нормально. Мы включили кондиционер. Вон, французы. Все куда-то вечером едут. А, ну да, сегодня же выходной. Садимашу жёлбой. Димашу. Ой, или Дюмон Сур-Ла-Ру. Да, вот. А я думаю, что столько народа-то. А у меня все дни перепутались, потому что Александр работает. Выходные. Владислава нет дома. Ох, он там развлекается с двоюродными братьями и сёстрами. Он уехал к родственникам по Лилии Лильяна. Вот. Они встретились. Он некоторых даже и ни разу не знал. Но там далёкие родственники. А вот. Поэтому. Может, вам фотографию вставлю, если пришлёт. Что он там делает. Он мне сказал. Поехала сестра Александра, потому что она в отпуске. Поехала её дочка Виктория и муж. И они взяли с собой Владислава, чтобы развлекаться. У родственников огромный бассейн. В горах. И там у них целое, как это называется, по-французски слово у меня вертится. Раньше, наверное, по-русски. Но если пришлёт фотографии, то вставлю. Они там сегодня в питангу будут играть. Сейчас с вами. Показывать машину. Даниэль, красиво. Всё красиво. Ку-ку. Куполин. Мы в ресторан пошли. Ты дома остаёшься, будешь дома хранять, да? Ух, сколько у тебя народу. Виноград вообще. Даниэль попробовал, сказал, уже сладкий. Говорит, будешь собирать. Надо будет собрать. Лильяна всегда мне оставлял виноград. Он отрубили Павкин. Смотрите, сколько в ресторане народу, что нету места. Вот, CBD продают Dream. Канаплю. Ресторан. Канаплю. Канаплю. . Сразу же принесли поджаренный хлебушек и топинады из черных оливок, но вон там где-то. Сейчас поедим хлебушка сначала, потом закажем побольше всего. И вот, у меня на канале, кстати, есть рецепт этой закуски из черных оливок. Берешь и натос. Возьмем Агалиф. Вот. И ты манжешь. Вот. Аперативчик. Все хорошо? Мясо жарят. Для нас. Кто заказал мясо? Там такие куски огромные. Показали сначала все нам, какое мясо, какие шашлычки, и потом только жарят. Даниэль пошла проверять. И говорит, я сейчас фотографию сделаю. Видите, какая красивая. Видите, какая мясо есть? Да. До свидания. Возьмите. Можно объесться, стоит не знаю сколько, 30 с чем-то евро, и все сделают фотографии, как бы не объесться в 10 часов вечера. И как гарнир, смотрите, что приносит салат и картошка. Смотрите, Моголи, какое блюдо принесли. Это на неделю тебе. Парка, 200 грамм, 200 грамм мясо. Ничего, так у меня дорадо. И на десерт, тарт татан, перевернутый пирог яблочный, про который я вам рассказала. Шариком ванильного мороженого. Передаем его Монжоре, пусть кушает. Ой, мы тут решили. Смотрите, кого мы нашли. Ежик пришел. Иди сюда. Идет. 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 И вот так заканчивается наш вечер. Оставили мы всю семью. Уехали первыми, но уже двенадцатый час ночи. Потому что Александр завтра работает. Вот. Вы спрашивали откуда испанские родственники. Они из... Валенсио, да, Шири? Валенсио, да. Ой, какая ville. Это жилет. А, нет. Это жилет. Валенсио. Нет. Но они не живут в Валенсио. Они живут в 40 километрах. Валенсио. А, понятно. Валенсио. 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 Это так называется. Деревня родственников. Видите, как я произношу по-испански. Супер. Вот. Ну, все. Показала я вам все, что могла. Показала все блюда. Очень было вкусно. Но, вы знаете, во Франции это редко. Чтобы подобали такие огромные, а преогромные блюда. Я, наверное, за 19-й год здесь живу, и первый раз я вижу, чтобы были такие огромные блюда. Вообще во Франции все достаточно такое скромненькое, тарелочки не такие большие. Но в этом ресторане в Ламбеске прямо что-то. Нам уже говорили жандармы, что есть суперресторан в Ламбеске, который подает вот такие блюда. Цены в Моя Дорада стоила 24 евро, что-то там стоило по 25 евро, мясо на двоих человек стоило 35, наверное, евро. Ну вот такие цены были. Все, всем пока-пока. Продолжение следует...